В 2015 году в связи с интенсивным развитием информационных технологий было создано уникальное устройство, поразившее весь мир. Ньючит – машина времени. Раньше о подобной технологии можно было только мечтать, а теперь это наша реальность. Я считаю, что ни к чему хорошему эта разработка не приведет. А что, мне нравится, название такое прикольное, не учит. Такие новости мы точно смотреть будем. Это качественный продукт, которым гордится весь Сибирский федеральный университет. Весь наш штат в течение 5 лет трудился над этой разработкой, и сегодня мы готовы представить ее миру. В 2011 году наш информационно-обещательный канал «Ойл Тайм» заключил контракт с лабораторией информационных разработок Сибирского федерального университета. И сейчас я готов представить вам наше совместное детище – Ньючит. С помощью Ньючита мы сможем ввести новости в прямом эфире из любой точки времени и пространства. Это настоящий прорыв в сфере информационных технологий. Американцы создали интернет, а мы создали машину времени. Ну что, профессор, осталось время захватить мир? Впервые за долгое время мировой экономический кризис достиг небывалых высот. Неравномерное распределение минеральных ресурсов на территории земного шара порождает новые конфликты между лидерами стран. Одно из испытаний ядерного оружия привело к глобальным экологическим проблемам Земли. Останциалисты НАСА сообщили о том, что закрывают проект по изучению пригодной для жизни планеты. И сегодня у нас в гостях лидер сопротивления, некогда директор Института нефти и газа Николай Николаевич Довженко. В ходе военной операции нам удалось раздобыть поврежденную разработку Нью-Чит. Благодаря нашим ученым нам удалось ее восстановить. И сейчас на ваших глазах я перенесусь в тот самый момент. С помощью специальных приборов я смогу поддерживать связь со студией. Ну что, пора вернуть все на свои места. Николай Николаевич, будьте бдительны, у нас всего пять попыток. И вот первая из них израсходована, и мы находимся за кулисами, прошу слово, 2014. Вторая попытка потеряна, и мы находимся на грязном посвящении Института нефти и газа. Кажется, я припоминаю Эташкова актива в 2013 году. А сейчас мы попали на конкурс Королева нефти, и у нас остался последний шанс. Наконец-то мы попали в 2011 год. Тот самый момент, когда началось создание Нью-Чита. Удачи, Николай Николаевич. Можно? Заходи. Здрасте. У меня два изложения. Давайте создадим в Институте информационно-умещательный канал Oil Times. Хорошая мысль, но давай что-нибудь покороче. Просто Oil Times газета. Сегодня в Институте нефти и газа атмосфера веселья и небывалой радости. А все не случайно, ведь нам сегодня ровно 5 лет. ДОНИЧТЫ Продолжение следует...